Дорогие друзья! Дорогие друзья! Спасибо, что вы приобрели наши с дочерью и с вашей. Большое вам спасибо! Здесь люди не знакомы друг с другом. Здесь присутствуют ученые, приехавшие из Ленинграда, простите, из Санкт-Петербурга, из института, где я работал. Здесь присутствуют ученые израильского математического института, чистой математики, благодаря которому для меня переезд в Израиль не был неприятностью, столь большой, какой мог бы быть. И здесь присутствуют родственники, просто родные, друзья, молодости, друзья, крови. Здесь присутствуют потомства моего племянника, здесь присутствуют мои правы, здесь присутствуют их родители, и здесь присутствуют и еще придут родственники, найденные уже здесь, в Израиле. Причем установлено точно на 100, наши прадеды были родственники. Я прошу вас, наполните бокал точно специальности. И в жизни каждого человека, его время, среди которого он живел, ставит лучский раз. И тем не менее, бывают поворотные моменты, когда он принимает решения сам. И есть пара решений. Я горжусь тем, что я их принимал. Первое, я ушел добровольцы на суд. Никаких сомнений, что можно этого не делать, во мне не было. Второе решение. Я отказался от аспирантурии. Я кончал университет. Мне было 28 лет. Ученый совет повесил объявление, что рекомендованную аспирантурию. Там было 18 человек. И среди них было 5 евреев. Назавтра это объявление изменили. И я там остался один еврей. И тогда я от аспирантурии отказался. Я не хотел больше иметь дело с тем парткомом, который этот список изъединил. В результате меня пригласил... Я бы побыл, получил диплом, там, софтичную, свободную. Побыл безработным. Пару месяцев, естественно. Но потом меня пригласил Андрей Андреевич Мак. Выше мечты у меня не могло быть в Ленинградской отделении стихотворения стихотворения. Иван Андреевич Мак. Иван Андреевич Мак, главный антисемистский научный стихотворение, Через два месяца приказал меня в Украину. И за эти два месяца я успел написать кандидатскую диссертацию. И принял решение. Я подам диссертацию. Тогда, когда ее подадут мои сокурсники, пошедшие. И тут же мне сообщили. Во-первых, что меня уволили. Во-вторых, что меня принимают тогда. А в нем религию. Причина была простая. Когда-то... Мне было 9 лет. Я познакомился с маленькой девочкой. Нас принимали в пионеры. Нас где-то при заводе. И мне сказали, мальчик, а у меня была задержка в росте. Вам еще нет 10 лет. И тебе когда? И тогда я хныкнул. И сказал, у этой девочки тоже нет 10 лет. Она туда шла и дала мне помощь. Потому что не надо ябедничать. Бог ее наказал. И она стала моей женой. Вместе мы оказались в параллельных классах. А потом оказались вместе. И меня... Там была еще такая история, что у меня болел брат. Его вылечили. Он стал спортивным. И мы на лечение его забирали в Крым. И он один год не учился. И мы оказались два брата. Вместе. В одном классе. Вы понимаете, что, во-первых, меня маленького никто не мог тронуть. Потому что старший брат, кого-то парка просто за это избил и вставил в уборный головой угадок. Но когда пришли какие-то мальчишки из чужой школы, увидели, что тут ходит какой-то маленький пацан, дали мне что-то, то мальчик из нашего класса один раз вот так он был очень крепкий спортсмен. На уровне чемпиона по бегалым конькам. И вот того вылетели прочь два билетных лет на стуле. И вдруг я начал расти 9 сантиметров в угол. И стал нормальным человеком. Семьдесят два метра. Но теперь я уже на два сантиметра укорочил. Позвоните. Что же заставило меня заживо взять в блаженство? Ленидый Танч Кондорович, будущий лауреат Нобелевской прессы. Написал 42-й год. 40-й год. Статью, которую изложил идею всего того, за что потом получил Нобелевскую прессу. И мы угрожали за это на стрелах. Это считалось альки-марксием. На высоком уровне, на уровне, на уровне, кто был во время войны главным управляющим экономикой. Один из двух братьев. Второй был лектор. У Вознесенского было специальное совещание. Надо сажать Кондорович. Ну а не решили подожидать. Но в другое время Кондорович получил Статинскую прелесть за развитие применения функционального анализа к вычислительной математики. Стал он сейчас, пожалуйста, нехарактеризм. И стал он главным вычислителем, так сказать, в авторитете, в авторитете. А делали оторванную бомбу. И надо было вычислить минимальный вес. Для гарантии это поручили двум бригадам. Одну в Москве и в Крым-Росковой. А в ленингаре Кондоровича, при этом в решении правительства, было сказано. Такая правда. На пятом периоде запретить Кондоровичу Преподавание. Во-вторых, предоставить ему право по собственному выбору взять из выпускников 48-го года в семье семь человек. Вот в число этих семей он меня получил. И так как этот отдел создавался совершенно недовижимым отменом, и она получила за зарплату, работая в Кондоровича. При этом, поскольку мой отец сидел в 58-м году, и я в период школы много раз заполнял ангелы, то за секретик меня не могу. Но Кондорович и для этого не смогу. Он хотел, чтобы я занялся экспериментальными исследованиями на производство. Его экозамичек и физики. Я познакомился с массой производства, занимающейся этим. Конечно, меня нормально, отъявил. Надолго. Но жизнь по-завидиму. Ну вот, а теперь ешьте. Я через некоторое время опять сонсирую. АПЛОДИСМЕНТЫ Я могу продолжить. Мне посчастливилось получить политехническое образование. Мой отец кончил институт в Дармштадте, Германии. В 911-м году вернулся в Россию. И был инженером первого в России самолета-строительного завода. Директором был шлюцарер и хозяин всего. Они успели в Первую мировую войну выставить от России около 70 этих полярных самолетов. Но он был специалист, гарантирующий разложку массового. В 24-м году, когда был одноводник там, он пошел и объяснял мне причины наводнения и показывал всплывшие там в цыске место. Я их видел, только что всплывшие. Он отвез меня на Бадайевские склады, где они делали два бака для хранения постного масла для ленинграда. Эти баки были каждые, размером с четырехэтажные израильские. И он мне показал сразу, что было четырех лет. Боржу, которую он вынесло на улицу, наводнение. Я смотрел на это. А потом, у него длино две работы. Во-первых, он был с правдой, с удавственной конторой, в русской монтаже. И на всех предприятиях, где они работали, он объяснял две технологии. Так что я видел, как шлифуют стекла для телескопов, как льют и делают дробь, как работают автоматы, как работают паровые молнии, как, не имея окружающей территории, разобрать сверху вниз гигантскую заводскую трубу, как можно, огромный стадок, разобрав стену, внести во второй этап завода, после чего стену восстановить. И я ходил и смотрел. Когда мне было восемь лет, он показывал мне, как он вешал маятник в укол в висательском заводе. Наверное, многие из вас отлили. И я учился в школе. Вы не смеете ходить для трудно воспитываемых детей. Дело в том, чтобы школа была близкой, была очень хорошая. Это была классическая 3-я Петербургская гимназия. И ей в нагрузку прихазали сделать четвертый класс из трудно воспитываемых полного уголовного лица. Это были больные дети. Раз в три дня кто-нибудь бился в эпилептическом припасе, и я потом знал, как быть с эпилептиками на войне. Через год эту затею класса расформировали. И я оказался среди нормальных детей. Со мной вместе значит, попал я в эту школу и в эту школу что раньше и не брали слишком много желающих. Но под этот момент туда попал я и мой друг. А потом получились в нагрузку. Вот так когда я оказался со твоей будущей женой и моей братом в одной школе. Мама моя была адвокатом и у нее будет путь ораторствую. На стене висел Бюлдемастер, которого она считала своим покровителем. И логики мне не надо было улучшиться. Любая речь моей матери была идеально логичной в посадке. Понимаете? Даже если она была до 28-го года, даже до 30-го, мы были богаты. Второй работой РЦ он был инженером в польской концессии. она была в штампахе. После гражданской войны продукция этой фабрики была до того подпись, что государство очень хотело отнять и набрать себе. И отцу предложили уйти в какой-нибудь государственный дом. Он сказал, как же, без меня производство осталось. Они же не могли сказать, что нам это и нужно. Его просто посадили. Его посадили, как полагается. Правда, это был февраль 41-го года. Я его спросил, папа, тебя били? Он сказал, нет, ты не будешь ли бессонницей? 31-го года? Да. С яркими лампами в глазах и конвейером следовательно. На третьей шутки? Да, я сия задом сидел, и она в высокое табуретки, где недавно встают ноги, и нет спины. Ну, били по шее и есть, ну, дай мать, били. Кончилось, дотребовали признание, что он польский спил. Доказательства были. Он был классный, сладкоежка и добряк. И всегда сливал карманы конфетами и на работе угощал агитация кое-что болит. Он сказал, что это кончилось всем, что он закричал. Убиваете? Упал и тут разошел. И тогда о чудо! Его не тронули, а передали дело как есть и написали ему только, что вот он нехороший, вольный вошелинник. Было хорошее, от тех времен, когда он был богатым авиационным жителем. Он любил лошади. У него был собственный выезд и коляса. И он катал девушек по пятерку. И тут в семнадцатом году окончил юридический факультет в Минске моя мама поедала в Минске. Я ее спросил маму, ведь папа был старше тебя на десять лет. Как ты могла выйти зам? Она говорит, ну а как я могла его показать? Он уже купил нам с девушками квартиру за две тысячи золотых рублей и подарил. А кроме того, он был очень милый и добрый. И вели коляса танцала. Вот их долг. В первом родился брат с голодным мужем. Он болит. А когда должен был родиться я, то мама оставила это. Она ходила в кружок в умилет. Поэтический. Она оставила Ленинград у меня увлезла меня, куда вы думаете, на фанерный завод в глуши. Откуда папа получал этот завод к себе когда-то фанерный. Я родился в каком-то пастине около старой ручки. А теперь я расскажу как я один раз в жизни был довольно богат будущий студент. Дело происходило так. Был военное геи, но на город оно было связано со строением и со всем, но оно было в основном архимирическим. И они сказали что инженеры что их надо узнать кое-чего о геометрии и рассказывали. Кому они позвонили Владимиру Ивановичу Смирону? Спросите. Владимир Иванович верно обратитесь к Александру. Александру признаете Александру Миловича так хорошо многих. Он встал в полу и произнес следующую празу. В Ленинграде знают геометрии только два человека. Я и студент пятого курса залгали. Вот вы к нему и обратились. С тем они попросили меня к ним прийти. Я пришел. Оказалось что никакие лекции по геометрии не нужны. Им пора писать кандидатские диссертации. И дальше моя работа имела следующее. Я приходил к ним раз в неделю и должен был подробней выслушать человека о той реальной задачи которую он делал. А потом я должен был придумать какую математику и как сюда привиться. Я только что кончал инверситет математика сидела у меня в корове вопросы тренирующие диссертации. А потом они писали девушки они защищали диссертации их засекречивали на защиту я не жусь. Но денежки мне платили. За один визит в неделю я получал полную ставку из пять диссерт 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 они не были злой но я могу сказать довольно странно одно не пригодилось одно было совсем простое как в размерных расчетах деталях машин быть допустим если есть цепочка деталей да все по максимуму суммиров максимальный плюс максимальный я изучил следить за символами дисперсии случайных распределений что происходит другая задача я сообразил страну задача такая существует оптический исследователь исследователь конструированный отцеплений определить класс шлейфов насколько точно шлейфов методом это игла проходит оптическим методом суммируется диапазон от максимума чем острее игла тем более глубокие ямки она попадает но самая острая игла в мире это конец жалого оценка это не га алмаз значит алмазная игла с невероятно дорогой ценой давала больший результат чем другие нельзя ли поднять точность других ну я заобразил совершенно примитивную вещь как идет обработка шлейфов чем абразивным порошком их интересуют самые глубокие травмы да отчего они происходят в абразиве есть кристаллы с наиболее острым углом поэтому тот кончик решающий куда входит алмазная игла имеет вид вот такой я сказал сделайте претельно острый угол а затем сделайте и посмотрите на разницу вы поймаете угол этих бороздок сделанных самым острым углом образе а потом проинтерполировали в результате тоже как же это оправдалось все прошли ничего не потом они пришли ко мне и сказали что вот вы сделали а здесь рядом дизель центральный дизель мы им рассказали что у нас есть молодой инженер подводная лодка заряжается быстро мощным дизель вода старый лодка где надо зарядить аккумулятор она всплывает заводит дизель моторы заряжает аккумулятор все вращающие дизель требуют регуляции регулировки хвост это регулятор дизель слишком быстро крутится что-то нажимается для того чтобы дизель не пошел нам нужна пружина которая поменьше по мере нажима становилась бы все жестче я говорю а что вы сейчас ставите на а ведь очень просто мы поднялись за американскую подводную мы сняли мы сняли намотали две тысячи попов отобрали штучки три которые примерно такие и придумали очень простой и так как я работал не у металича а у него была бригада нечислительных я создал такую длительность и очень хорошую и по секунду на бланке этим выкинули чем это кончилось при слании конкурс знаете что мы боимся рассчитайте вторую теперь как я попал обознакомился с Контаровичем все знают что Контаровичем состоявшийся в университете стабиль контарович поступил в университете когда ему было 14 лет и окончил его когда ему было 18 и учился на том конкурсе где был крошечный пара академиков он там же учился на танцов с супругой, и ему, это если возьмите книгу папы Натаровича, вы видите фотографию его рядом, по курсу, то это поразительно. Он выглядит много меньше, почти как в руках, а рядом стоят И вот, когда мы оказались, Агмая моя, она его сестра, вот она. А там же охолачивался левитый, левитый танчик. Он маленький, и он всегда был там. И когда мы с Барановым пришли в холод, то сначала на нас, если он нарисовался паскатуру, братья-разбойники с голубой цепью резьбой. Было так. Ну, мама заставляла нас отрабатывать на черепи. Нас избавили от мусорных хлоп, вроде я хочу сказать, и заставляли клубировать. А в Ленинграде в 33-м году объявили конкурс юным здоровым. И сказали, ну вот вы с братом синхронно читаете стиху. А мы так не ровались. Мы начинали с этой паренью, мы ходили в роды, а потом сходились мы точно. И мы тут попали в число победителей этих городских и выезжаем в Кузани с партным дистилем русским. Я думаю, что только из-за этой победы нас не выгнали в полы, когда мы обворовали химическую полу. И получили свой и попали в совещение в Гавру. И вот Майя Натансон, она распаковывалась. Она рано на всех отчетов. Мать Натансона забирала старших троллей. И сказал, у нас появились в классе два мальчика, которые хорошо купаются. Мы пришли сюда. И эта дама сказала, вот старший брат, это порядочный. А вот это кончит на виски. Так что мне еще предстоит повесить. И только потому, что мы получили эту премию, и нам дали красные какие-то лучшие. Наш не вызвали полы за двойцы попали. Секрет, что это прошло. Мы переносили это одно, можно сказать, другое. Такие. Мы попали на борщ, у меня моя кукулова. И там я встретился с контактов. Великим Витальевич был совершенно необычным. Он мог заниматься пятью-шестью темы не одновременно. Великим Витальевич. При этом он для каждой девы создавал мини-групп активов. Но в каждой входил просто. Вера Николаевна Владимировна сказала, что Великим Витальевич может творить как только в 50-х годах. И вот он вдруг оказывается нашим главным лев-группом. Читал мне в телевидении Витальевич так. Он выходил на сцену. Задумавшему молчал на календаре. А потом говорил. Еще немного молчал. И потом начинал рассказывать. И рассказывал он так, чтобы слышать, как идет мысль. И если он вам доказал одну часть, то вы следующее можете доказывать. Потому что вы поняли, как это сделать. Понятно? И вот нас прыгали на волосы. Как анализ идет. Золото. На первом. На семестре. На столом. На третьем. На пятом. 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 учебу по тому курсу, который я могу читать в этом фоне. Я говорю, как же я это могу, я этого еще не слышу. Он ведь ничего страшного. Я это читаю второй раз, у меня есть источники, такие усилия, подготовки к версиям прошлого года. Я вам их дам, а вы превратите это все, что вы мне делаете? Я решил, что я в университет возить не буду. Я 17 дней не вставал в постели, около постели стоял столик, на котором я спешил. На этом же столике мама мне давала в москву. И за 17 дней я это не вставал в москву. И вот он, он посмотрел и в одном лице даже писал, где я ободок такой принял. прежде чем, вот мы сейчас становимся, видел вперед, что к человеку. Я так книжка вышла из-за печати. К моменту, когда наш курс должен был вставать, организатор обеспечивающих, было слышно. книжка называлась «Гриволинейные гералы и геросинские грики». на листьях. Просто на листьях. Их получает. Запись. Концветы. Девочки. Все, что происходит. И вот контору. Забрал меня прочь с геометрией. Я рад был, что я делал. Я не знаю. Но от геометрии меня шеврагнул. Нанесли. Не исключаю. Еще старший обычный. Ровно. Приделок. 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 Девочки. Приделок. Ее встали во двери. Потом все ее встали. Изградили. Их справишь. Там есть. Нет. Это вещи, которые я просил. Потом. Они все делали. Надо быть. Мерси. Мерси. Но потом. Я решил написать. Олег Витальевича Кунтарова. Меня попросили. Тот же журнал. Который напечатал. Моё поможет. И я эту статью написал. Я ее дорожусь. Мол, больше чем. Математики. Математики. Опоздавши. Молодость. Стал. А потом. Мне из Америки. Прислали письмо. Виктор Абоневич. Я написал хорошее шкачок. Продолжение следует... 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 Мы говорили, что надо это делать. Я говорю, что это было так. Я сказал, что с собой нужны плотники. И люди, работавшие на славу, а вот они редко проведены у всяких мастеров, и они получали какую-то больницу. Он с плотниками добрался туда, в Мухееве, вверховьях и черных. Нашли этот самолет. И плотниками две баржи. Какой-то еще бакбак. И поставили ее на маленькие две баржи. Крепили это все. И стали ждать весны. А весной по большой воде склавили этот самолет. И прибыли на мир. Так что все они хотели. Какое-то время там самолеты исполнили. А через два года еще ничего не было. Я глупость делал. Я не сохранил лист. Да, мой отец еще обучается терматики. Даже на то время там преподавал действительно чертачьи. А потом был каких-то носа длительный. А потом был свалим. Я все много меня. Он не зря начал. Когда человек приехал баржа, он начал на тебе не узнать. Получается, что он здесь за баржи. Как казалось, что он не просматривает. Продолжение следует... Это человек отмирал. Я впервые в жизни услышал в пехи по стартам. Так, что пересет и перелет. Да. Как-то надо было положить обычный дорогой парк. Пароход загружили без пункта, чтобы палуба отхода была проведена. Брала все рывки. От рывки были не заведом. Но парохода тяжелый не принимает. И сделали стрелки. Паровоз проскочекали. Он по этой стрелке съехал на эти места. Хоть ничего, троса от Жанни Баркера натянули на колеса паровоза. И паровоз, наматывая троса себе на колеса, сам себя натащил на паровоз. Вот то, что они делали перед ним. Но когда это было готово, то заключенные таки вывозили весь пиццов, чтобы пароход не было. вывозили весь пиццов. Это дико.